здравия 7 дорогие подписчики я был удивлен тем что пришло мне на почту ответ от youtube канала который по сути дела пришел мне как спам просматривая ролики которые мы записываем столкнулся с тем что просмотров всего лишь там несколько сотен но думаю наверное мало люди смотрят но когда пришел ответ с youtube канала отчет за сентябрь месяц обратите внимание на самом деле восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят пять просмотров а по факту там всего лишь несколько сот подписчиков 177 но записи которые вы поделились 736 но я лично когда заливаю на канал ролики ну делаю прямую ссылку на facebook с youtube канала вконтакте одноклассники ну как бы на этом и все то бишь иными словами люди которые смотрят с youtube канала эти ролики они так также делают пересылки тогда у меня естественно возникает вопрос когда я захожу на свой канал секундочку загрузится я хочу вам показать а здесь мы видим триста сорок семь просмотров пятьсот сорок один триста девяносто семь пятьсот пятьдесят пять это вот видите все за месяц но по факту восемьдесят четыре тысячи это только отсюда во не говоря о том что многие смотрят с контактов с одноклассников это в очередной раз убеждает нас о том что youtube скручивает просмотре в десятки тысяч раз поэтому когда вы видите что так мало просмотров то имейте ввиду что это не значит что мало просмотрели или эта тема не актуальна как многие любят как бы обращать внимание на ту или иную тему исходя из просмотров на самом деле надо просматривать все ролики и напитываться этой информации независимо от того много там просмотров мало просмотров поначалу я тоже смотрел только то что мне хотелось смотреть и только те ролики на которых имеют большое количество просмотров лайков комментариев на самом деле сейчас я понял что для советского человека необходимо вникать во все темы да не сразу да поначалу выборочно но по факту вникайте одновременно так или иначе в вас это откладывается и когда я начал заниматься тематикой судов потом приставов появились соратники которые решили поддержать и начали интересоваться темой жкх поверьте одна тематика связанная с водоканалом отдельно с энергосбытом с другими структурами управляющих компаний это некая такая вот сфера экономического мошенничества вникая в которую ты понимаешь ты попадаешь какие-то такие темные дебри но так или иначе когда мне говорят о том что а чего ты добился вообще но в первую очередь я перестал быть лохом самое интересное самое интересное это то что не надо бояться этого да не по своей воле мы попали вообще в эту ситуацию но наша задача заключается осознать узнать перепроверить и перестать быть этим лохом немаловажно сказать о том что поле чудес находится в стране дураков и снимали фильм про буратино в севастополе в байдарской долине и вот некая аналогия того что с нами разыгрывают этот поле чудес нашу страну превратили в страну дураков нас превратили в этих дураков и здесь очень важно сказать когда говорят ну и что дальше а все банально просто первую очередь ты узнаешь потом ты это проверяешь перепроверяешь потом ты начинаешь действовать потом ты понимаешь что ты не один появляются соратники как поступать поступайте так как поступаем мы как поступают другие если вам что-то не ясно непонятно или что-то не по духу но берите все самое лучшее даже не надо смотреть на то кто он с какой народности у них как будто бы некая там иная спецификация нет ребят берите все то что вам нравится и пробуйте ведь самый лучший опыт это тот который вы приобрели сами поэтому действуйте первое что нужно сделать это когда говорят а как поступить кого-то был суд у кого-то будет суд банально просто вы должны обзавестись первичными документами под нашими роликами есть ссылки на полезные документы меняйте название ваших налоговых меняйте название ваших судов вставляйте и сделайте запросы вы в любом случае должны обзавестись первичными документами их же документами чтобы предъявлять претензии им и с чем я хожу хожу вот с такой вот папкой что в этой папке ну понятно что ручка а у свайс вот он как я всегда говорил фальшивый паспорт гражданина рф я так и говорю проект конституции рфовской и кстати всем советую обратить внимание на третью статью конституции пункт 1 пункт 2 и пункт 4 если по пункту 1 носителем суверенитета и единственным источником власти в российской федерации является ее многонациональный народ народ осуществляет свою власть непосредственно а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления так вот даже вот по вот этому проекту конституции российской федерации по статье 3 пункт 2 народ осуществляет свою власть непосредственно то есть может прямо сейчас, тут же непременно, а также через запятую, через органы государственной власти. А у нас есть государственные органы власти по законам Российской Федерации. По законам Российской Федерации органы государственной власти должны быть, а по факту их нет. Есть коммерческие, частные фирмы, которые сами себя наделили полномочиями по 79-му федеральному закону лица, замещающие государственные должности, в том числе должность губернатора Севастополя, депутатов Госдумы и так далее. Иными словами, по Конституции у нас государственных органов власти нет, по Конституции Российской Федерации. Если же мы смотрим так же, а также через органы местного самоуправления. У нас нет органов местного самоуправления. У нас есть муниципалитеты, это те же частные фирмы, которые присвоили себе функции органа местного самоуправления, как будто бы они на местах что-то определяют, набрали депутатов муниципальщиков, их как бы приравняли. Но они не равнозначны и не подменяют и не увеличивают, как бы вам сказать, саму сущность органа местного самоуправления. Потому что они не являются органом местного самоуправления и не обладают, самое главное, правами и полномочиями. Наши депутаты что-то могут на местах решить? Нет. Что скажет губернатор в том или ином регионе, либо законодательное собрание, там горсовет, либо же правительство на местах, скажем в том числе и Севастополе. Иными словами, мы приходим к выводу, что согласно проекту Конституции Российской Федерации, статьи 3, пункт 2, народ осуществляет свою власть непосредственно. И на этом все. Пусть хоть кто-то мне докажет, что у нас существует хоть один государственный орган власти. А так как его нет, то тогда возникает вопрос, а кто они такие? Что это у нас директор частной шарашкиной конторы фирмы под названием правительство Севастополя присвоил себе функции губернатора? А все банально просто, по 79-му федеральному закону. Но по факту это не орган государственной власти. Тогда возникает вопрос к тем же судьям, приставам и тем так называемым чиновникам, что они попадают под статью 3 Конституции, пункт 4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации, захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону. И вот у меня, как у гражданина, который до этого себя считал гражданином Российской Федерации, возникли ряд вопросов. А наши судьи являются государственными чиновниками? Наши судьи обладают полномочиями быть на службе государства Российской Федерации? И обладают ли они полномочиями быть судьей? Конечно, если до этого через средства массовой информации мы верили во все то, что нам показывали на картинке в телевизоре, в интернете, в газетах, нам говорили какие-то уважаемые люди. Мы верили, мы верили, что вот здание, на котором есть табличка, так называемый Ленинский районный суд, что это действительно Ленинский районный суд. К примеру, идя по кабинетам, я видел таблички. Кабинет судьи такой-то, кабинет судьи такой-то. У меня, естественно, возникает вопрос, там судья Колганова написано. Какая-то женщина выходит, заходит туда, и я так умственно представляю себе, ну, наверное, это судья Колганова. А что это за женщина в черной мантии с белым воротничком? Вы вообще знаете? Нет. И вот тогда у меня возник вопрос. Я гражданин Российской Федерации или я ведомый свидетель секты РФ? Почему ведомый свидетель? Потому что я ведусь и свидетель всего этого. А почему секты? А потому что мы безоговорочно верили, а многие верят. В то, что показывают. А вот чтобы быть гражданином Российской Федерации, нужно соответствовать Конституции и законам Российской Федерации. И вот здесь у меня возник вопрос. А соответствую ли я или же соответствуют вот эти так называемые чиновники, которые себя называют в кавычках государственными служащими Конституцией Российской Федерации и законам Российской Федерации. И у меня есть право, как у гражданина, согласно 24 статьи Конституции. Часто говорю о ней. Пункт 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающей его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. А это значит, если мне гражданин, который себя считает гражданином Российской Федерации, который считает меня, что я являюсь гражданином Российской Федерации, предъявляет мне претензии, ставя меня в известность. Голословно. О том, что он некий государственный чиновник, о том, что он судья, о том, что он некий там пристав, сотрудник приставов. Но если я ведомый свидетель секты РФ, то я безоговорочно складываю лапки и слушаюсь, и повинуюсь. Слушаю и повинуюсь. Но если я был бы гражданином Российской Федерации, согласно вот этой Конституции, они меня таковым считают, и соответственно я понял, чтобы быть гражданином, нужно хотя бы изучить эту Конституцию и следовать по ней. Я требую от них, а предоставьте, пожалуйста, документы, подтверждающие ваши полномочия судьи, пристава. Как это требуется? По законам, по Конституции, по федеральным законам, по их приказам. У сотрудников полиции согласно 615 приказа Колокольцева, пункта 53. У приставов там 682. В чем суть? Суть в том, что все они не соответствуют ни Конституции, ни законам Российской Федерации. Вот что самое интересно. И меня это насторожило. Меня это насторожило, потому что тогда у меня возник вопрос, а что вообще происходит? А если они не смогут подтвердить свои полномочия, под какую статью они попадают? По третью статью Конституции, пункта 4. Никто не может себе присваивать властные полномочия. Захват власти преследуются по законам. Даже вот по вот этой Конституции, третья статья 4 пункта, они уже преступники. Даже только на основании того, только на основании того, что гражданин, имеющий право удостовериться в подлинности другого гражданина о том, что он наделен этими полномочиями, если этот товарищ, который нам не товарищ, не предоставил доказательства, то я вправе не только умственно сомневаться, но и заявлять об этом, что я ставлю под сомнение того, что данная судья является судьей, что данный пристав является приставом, и данный губернатор Севастополя, Дмитрий Владимирович Овсяников, является губернатором, а на самом деле он является всего лишь директором частной фирмы правительства Севастополя. Да, ребят, это такая фирма, название такой фирмы. Но по 79-му федеральному закону он является лицо, замещающее государственную должность губернатора города федерального значения Севастополя. Вот такие дела. Живем в эпоху корпорократии. Вот так вот нас дурят. Но бояться не стоит. Нужно действовать, нужно осознавать. И дальше, если мы посмотрим, что у меня по папке. Здесь у меня выписки про все суды. Самое главное, имейте вот такую бумажку. Она у нас есть в ссылках под документами. Здесь касательно ГОСТа Р-51511, требования к печати. Помимо этого, также здесь есть Гражданский кодекс, статья 55, все представительства и филиалы. Помимо этого, здесь у нас еще есть приказ от 20 июня 2012 года, 615 Колокольцева. И когда у вас сотрудник ГИБДД, так называемый, артист, который сам себе купил форму, останавливает, вы ему говорите, согласно 24 статьи Конституции, пункт 2, предоставьте свои полномочия. А, кстати, они часто любят ссылаться на пункт 1, о персональных данных, вот, о частной жизни. Так я же не спрашиваю частную жизнь судьи того пристава или полицейского. Вот они часто любят тоже ссылаться, но только давать ответ не по существу. Меня не интересует, где он живет, какой у него дом, есть ли у него дом, сколько у него есть квартир, есть ли у него счета, сколько денег на этих счетах, есть ли у него дети, сколько детей, сколько им лет, где они живут, где они бывают. Мне его личная жизнь неинтересна. Мне интересует другой вопрос. Если ты Иванов Иван Иванович, то здравствуйте, чем любезны. А если вы уже судья Иванов, ну извините, тогда докажите, что вы судья. А доказать они не могут. Типа, как мне так называемая судья Калганова в черной мантии белым воротничком сказала, что, а я вам по конституции и по законам не обязана представляться. То бишь она нас безоговорочно посчитала, что мы вот такие вот ведомые сектанты, ведомые свидетели секты РФ должны просто, заходя в суд, уже признавать, что это суд. А ведя судью, мы должны понимать, заочно, раз вышла женщина и себя называлась Калганова судья, то значит это судья. Так вот, когда меня останавливают сотрудники так называемой ГИБДД, я им даю понять. Ребят, а у вас печать в удостоверении не соответствует ГОСТу Р-51? Они говорят, серьезно? Я говорю, да, вот смотрите. А вы в курсе, что согласно 615 приказа, пункт 53, у вас должна быть доверенность на право представлять интересы управления внутренних дел? Они этого не знают. А раз они этого не знают, то незнание законов не освобождает от ответственности, как они это любят говорить. И самое главное, это говорит о ничтожности их полномочий и тех документов, которые они имеют. Служебное удостоверение, которое у него есть, это всего лишь пропускной билет в те здания, которые согласились играть по тем правилам игры. Что у сотрудников полиции, что у других. Это то же самое, что вот этот вот паспорт, считать за паспорт. А на самом деле это миграционный документ на оккупированной территории СССР в рамках Российской Федерации. 15 иностранных управляющих компаний фактически узурпировали власть на территории СССР, навязали виртуальные правила игры, выдали вот эти вот аусвайсы. И заставили играть по этим правилам. Но когда сотрудники ГИБДД также у меня спрашивают, а предоставь мне документ о въезда автомобиля на территорию Российской Федерации, когда он въехал? Я ему даю ответ, дорогой мой. Вот вы говорите что-то, на что вы вообще ссылаетесь? А вы можете мне предоставить, что у Российской Федерации есть хоть квадратный метр территории части СССР, в частности на территории Автономной Республики Крым, входящей в состав Украинской ССР? После этого он замолчал, ему ответить нечего, просто нечего ответить. Ни у одного вот так называемого служащего, нет ни одного документа, подтверждающего факт, что Российская Федерация имеет хоть квадратный метр части территории СССР. То же самое, как и в их архивах отсутствуют сведения, говорящие о том, что эти здания, которые они занимают, были им когда-либо переданы от, скажем, СССР в Украинской управляющей компании, от Украинской управляющей компании Российской Федерации. Тоже нет. Поэтому, когда часто вам говорят о том, что у вас документы оформлены ненадлежащим образом, то не то, то эдак не так, то печати нет, то подписи нет, и вас загоняет как ту крысу в угол, и вы начинаете кидаться. И здесь возникает вопрос, ребят, а они вообще хоть сами чему-либо соответствуют? Они вообще соответствуют вот этой Конституции? Они соответствуют тем законам, которые они издают? Они вообще ничему не соответствуют? Абсолютно ничему. И на логические вопросы они не могут дать ни одного ответа. Абсолютно ни одного. Не говоря уже о том, что, когда я часто говорил о том, что, ребята, а как это вообще так? Подпись чья? Почему нету датификации должностного лица, кто подписал? Почему печать не соответствует ГОСТу? И самое главное, имя, фамилия, отчество написано с нарушением норм русского языка. А еще также я вам приведу такой пример. У меня вот здесь написано, зарегистрирован с 95-го года. Отсутствует идентификация должностного лица, который мне поставил эту подпись. У меня возникает вопрос. Когда я получил паспорт? А где отметка о получении гражданства? Ее нет. Если вы скажете, что отметка о гражданстве является дата получения паспорта, но многие паспорта теряют и получают в 18-м году. Тогда у меня возникает вопрос. А где вообще ставится отметка, когда я стал гражданином Российской Федерации? А никогда и нигде. Потому что процедуру я не проходил. И вот даже если разобраться по такому принципу, в 14-м году получил паспорт. Регистрация с 95-го года. Здесь уже расхождение. Почему здесь отсутствует документ, который бы давал основание внести эти данные вот этой датой? Скажем, на основании свидетельства о рождении. На основании факта проживания там по какому-либо документу. То есть кто вообще вносил эти данные? Тоже неизвестно. Здесь куда ни ткни. И самое главное вот этот криптошифр. Если у вас здесь написано 0914 035, то криптошифр написано 0910. Четверка пропущена. Это доказывает, что этот паспорт фальшивый. Он у всех крымчан и севастопольцев фальшивые паспорта. И сведения, которые в них содержатся, тоже фальшивые, недостоверные, несоответствующие ГОСТу. Более того, мы получили справку о том, что у нас ГИБДД в Севастополе отсутствует сведения. А почему они отсутствуют? Потому что согласно Гражданского кодекса, статья 55. Представительство и филиалы юридического лица. То бишь управление внутренних дел Севастополя. Если бы имело бы представительство, либо филиал, либо отдел ГИБДД, они бы отобразились бы в налоговой. И налоговая бы дала бы ответ, что образована, является филиалом, является представительством, либо является отделом. Но таких данных нет. Это говорит в очередной раз, что ГИБДД не образовано. Это говорит о том, что это артисты, которые сами себе купили форму, которые занимаются самоуправством, создают видимости государственных служащих. И самое главное, вот не соответствуют они этой конституции. Не соответствуют они законам. И не соответствуют своей же налоговой. Либо налоговую надо сажать за предоставление недостоверных сведений, либо сажать так называемых сотрудников ГИБДД за то, что они занимаются самоуправством и присвоением властных полномочий. Поэтому имейте в виду, когда говорят, что я могу сделать один. Ну, во-первых, вы не одни. Вас много. И самое сильное оружие – это знание. Это самый лучший пример – это тот пример, который вы покажете другим. Самый лучший опыт – это тот, который вы пройдете сами. И самое главное – делайте ролики. Не делайте все на одном канале. Появляются люди. Открывайте на них каналы. И в YouTube, и в соцсетях. Делайте записи. Дублируйте. Ну, во-первых, чтобы больше людей знало. Во-вторых, в случае блокирования канала у вас появляется возможность получения этой достоверной информации по другим источникам. Делайте перепосты. Помогайте друг другу. Комментируйте. Очень много полезной информации есть также в комментариях. И многие задаются вопросом, не боись ли ты, а вот как же так, почему ты до сих пор ходишь, людей там за что-то сажают. Я вам скажу так. За каждое слово, которое я говорю, у меня имеются документы. Вот. Это вот одна из нескольких таких папок, документов, дающие мне право говорить то, что я говорю. Справка на Усманова Ленура об отсутствии запрашиваемой информации. Испект, инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Севастополя на вас запрос от 15 февраля 2018 года сообщает, что в едином государственном реестре юридических лиц сведения в отношении Балаклавского районного суда города Севастополя отсутствует. Вот, пожалуйста. Это дает мне не только, что называется, субъективное мнение говорить, сомневаться, а теперь еще и утверждать о том, что какое-то здание, на которое навесили Балаклавский районный суд, Ленинский районный суд и так далее, там какие-то люди сидят, а у них имеется организационно-правовая форма. А как узнать? Делаем запрос налоговым. Когда вы видите то или иное здание, которое якобы осуществляет или выполняет функции государства, так называемый Балаклавский районный суд, Ленинский районный суд, а кто им это здание передал, а что это за суд, это самостоятельная организация, это филиал, это представительство, это подразделение, это отдел, это что вообще, что там за люди, вы идете в налоговую и делаете запрос. У нас есть шаблоны документов под нашими роликами. Кстати, подобной информации очень много и на других ютуб-каналах, и поэтому я всем рекомендую брать у нас все самое лучшее, брать у других, и наверняка бывает даже такая ситуация, как мне многие звонят, говорят, Ленур, нас не понимают в налоговой, как быть. Берите вот эту нашу справку, показывайте налоговому оператору о том, что дайте мне вот такой ответ. Прямо вот буквально один к одному вот так вот возьмите и напишите свое имя, фамилия, отчество, напишите вот то же самое, только вот здесь за место города Севастополя напишите свой город, за место Балаклавского районного суда, напишите там свой районный суд, либо свой городской центральный районный суд, как он там называется, вот один к одному напишите, скажите, вот в Севастополе выдают вот такие справки, вот примерно мы вам подготовили такую справочку, сделайте так, облегчите им возможность, не ломая голову, не затягивая ваше время, получить справку, потому что я вам скажу так, налоговое нужно сказать большое спасибо, это благодаря, кстати, Путину, многие его ненавидят за это, но я вам скажу так, именно благодаря ему с 2000 года, особенно с 2010 года, пошел процесс декларирования доходов, и многие не понимают, для чего он это сделал, а я вам скажу, для чего он это сделал, это для нас, и вот возникает вопрос, а вот как узнать, кто является участником развала советской собственности, как узнать то, кто обогащается на людях, да никак вы не узнаете, а вот если задекларировать доходы, сразу видно, откуда у него заводы, пароходы, десятки квартир, машин, видно, кто является участником и соучастником тех или иных преступлений, а налоговая, которая дает нам возможности получать эти справки, по сути дела, палит всю контору Российской Федерации, палит, как бы вам сказал, это мягко сказано, она фактически ставит их вне правового поля, но другой вопрос, что, когда Путин говорил о том, что народ должен взять власть в свои руки, а ведь на самом деле он прав на тысячу процентов, как вот по проекту этой конституции, так же по законам СССР. Знаете, почему люди настолько самоустранились от самоуправления над самим собой и управления своим городом, своим районом, своим сельским поселением, соответственно, своей страной, что не хотят ничего делать, не понимают, а даже те, которые начинают осознавать, начинают чего-то бояться. Но ведь вы поймите, что многие видят в Путине некий идеал и говоря о том, что вот, Путин, приди, порядок наведи. Вы знаете, мне на это напоминает очередного рода шизофрению. Я вообще считаю тех людей, которые идеализируют Путина шизофрениками. А я объясню, почему. То же самое шизофреники являются те, которые говорят, Сталина на вас не хватает. Это как вот на Украине Бандера придет, порядок наведет. То есть настолько живые украинцы недееспособны убрать за собой дерьмо, что должен какой-то восставших из мертвых прийти и за ними навести порядок. Вот представьте, если бы египтяне говорили, Тутанхамон придет, порядок наведет. Вы все сказали, все. Совсем крыша уехала. Совсем крыша поехала. Смотрите, какая ситуация. Если мы не возьмем ответственность на себя, то мы столкнемся с тем, что фактически останемся без ничего. А как это получается? Это получается так, что это ваш дом, вы же считаете, что это ваша страна, что вы патриот, что это ваш дом. Вот вы заработали, но в вашем доме сидит какой-то Остап Бендер, который говорит, вот за вас там сделаю обрезку деревьев, за вас как бы куплю эту мебель. И вы такой счастливый думаете, ну надо же, хорошо, что есть такие люди. А потом начинаете возмущаться. Обрезку сделали плохо, водопровод сделан из некачественных труб и он течет, мебель вам купили некачественную, вот, а еще вам внутри дома ставят условия. Так вот, имейте в виду, вот эта аналогия, это как раз дает четко понимать того, что если вы себя считаете гражданином СССР, если вы себя считаете патриотом и желаете взять на себя ответственность, то вы должны также управлять не только своим домом, но и соуправлять, соучаствовать в своем государстве, в своем государстве, в своем государстве, в своем государстве. Субтитры создавал DimaTorzok